Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplan и сразу же я отмечу, что сегодня будет только три игры, но не потому что я такой ленивый, а потому что действительно стоящих игр я смог найти только три. Итак, первая игра на сегодня называется Topia. В этой игре вы почувствуете себя в роли творца и игра представляет из себя сэндбокс, в котором вы сможете создать собственный мир. Итак, давайте выберем один из слотов, допустим, пусть это будет слот A и что мы видим? Мы видим вот такую вот планету. Давайте установим мир, здесь необходимо ввести название, сохранить и начать играть. Но, собственно, начнем сразу же с игры. Что мы видим? У нас имеется вот такая вот планета и мы сможем с ней делать все что угодно. Можно с помощью Pitch to Zoom отдалять, приближать и рассматривать нашу планету со всех сторон. Здесь мы видим название разработчика данной игры, но все это мы сейчас сможем переделать под себя. Что нам для этого нужно сделать? Нам необходимо нажать вот на эту клавишу и у нас откроется меню. Что мы здесь можем делать? Мы можем, допустим, поднимать горы и делать из равнин такие вот холмистые, гористые поверхности. Мы можем также и опускать горы, то есть делать равнины, овраги, впадины. И как видите, если мы слишком сильно уменьшим, то тут появится озеро, ну или море. Дальше, что здесь есть еще? У нас есть вот такая вот фича. Что она нам дает? Она нам, в принципе, ничего толком и не дает. Вот эта фича нам позволяет сажать траву. Как вы видите, все покрывается зеленью. Дальше. Вот эта штука, где она? Вот эта штука, наоборот, осушает и превращает все в безжизненную пустыню. А также мы можем создавать и животных. Это могут быть вполне такие мирные, травоядные животные. Допустим, вот такие вот. Мы можем создавать популяции. Дальше, что мы можем делать? Мы можем создавать и других животных. Пусть они бегают, резвятся. Ну а теперь запустим, давайте, хищников. Пусть они отправятся на охоту. Помимо всего этого, мы можем наших животных убивать с помощью молнии. Для этого необходимо по ним вот так вот нажимать, и мы будем их уничтожать одного за другим, и тем самым спасая популяцию мирных травоядных животных. В общем, вот такая вот игра. Здесь можно смотреть. Например, можно сажать деревья. Причем, видите, мы их посадили, а они даже чуть-чуть еще потом продолжают расти. Вот такие вот пальмы. И что еще? Ну, в принципе, наверное, все. Основное я вам все рассказал. А если вам будет интересно, то вы сможете и сами ознакомиться с данной игрой и создать свой собственный мир. Возможно, здесь будут материки с именем именно вас. Сейчас, возможно, здесь будет ваш портрет. Это, конечно же, сложно сделать, но мне кажется, вполне даже возможно. Вторая игра называется Sunshine Bay. Это игра от компании Game Insight, и представляет она из себя экономическую стратегию, в которой вам необходимо будет развивать инфраструктуру своего побережья. Итак, давайте посмотрим задание. Так, построить еще один яхтный док. Я его построил и получил за это награду. Давайте посмотрим новый квест. Купите второй катер, нажав на построенный пустой док. Окей. Нажимаем на пустой док и купим прогулочный катер. Как вы видите, там было достаточно большое количество катеров, но они у нас пока недоступны, потому что у нас всего лишь второй уровень. Так, отправить второй катер в тренировочный рейс. Окей. Ага, вот он. Нажимаем в рейс и отправляем наш катер, собственно, в тренировочный рейс, но для этого нам нужно еще также заправлять все наши суда. Нажимаем на чемоданчик. И что мы видим? Ага, все, наш катер отправился в тренировочный рейс. Отлично, мы получили награду и следующий новый квест. Построить еще три бунгало, чтобы в сумме их было пять. Окей. Давайте построим бунгало. Так, где оно может быть? Может быть вот здесь? Нет, не здесь, а вот здесь. Так, ну, собственно, вот перейдем вот сюда. Вот оно, бунгало. Купим его. И давайте разместим там, где нам предлагают. Раз, два. Сколько нам там их нужно построить? Три. Вроде бы, да. Ну все, они строятся. Нам необходимо ожидать определенное время. После этого мы завершим задание. В принципе, достаточно такая классическая экономическая стратегия. Кто любит такие, скачивайте, устанавливайте и развивайте свое побережье. И последняя, третья игра на сегодня называется «Генезис». Это книга-игра. И давайте посмотрим на то, как она выполнена. Нажимаем «Новая игра». Здесь нам рассказывается небольшая предыстория, о чем вообще здесь у нас будет говориться далее. Дальше мы читаем свое личное дело, то, что мы уроженец планеты Кремень и так далее, и так далее. Психологически устойчиво. Иногда возникают вспышки агрессии. Дальше нам описываются правила игры. То есть нам нужно читать и принимать решения. Там будет два либо три варианта. У нас имеется медицинская справка. У нас имеются характеристики здоровья, аура, аптечка, ловкость, холодное оружие и стелс. И еще у нас есть пять очков навыков, которые мы можем распределить самостоятельно. Вот здесь вот все характеристики достаточно подробно расписываются. И давайте распределим очки. Так, увеличим ловкость, холодное оружие, стелс. Еще раз давайте стелс. Еще раз холодное оружие. Ну а теперь начинаем игру. Нажимаем, и здесь нам начинается рассказываться история. Все это нужно читать для того, чтобы потом правильно принять решение. Но на первой странице решения принимать не нужно. Нужно просто перейти дальше. И, конечно же, все будет зависеть от ваших решений. Смотря что вы будете предпринимать, так и будет развиваться сюжет. Например, сейчас мы можем воспользоваться снегоходом. А можем поехать на ратраке. Вот так вот. Давайте выберем что-нибудь. Просто я вам для примера покажу. Дальше нам дается ключевое слово. И прибавляется, например, одна аптечка, как сейчас. Можно поехать обогнуть станцию. Мы можем помочь замержающему человеку. А можем проехать мимо. Давайте поможем. Может быть, это потом нам как-то и скажется. Так, вот мы аптечку потратили. И можем отправиться дальше. Но, естественно, это все нужно читать, потому что иначе вы просто не поймете смысл игры. Я просто так для примера вам показал сейчас, что и как здесь происходит. Кстати, так, почему вот эта штука не вылазит? Тут есть вот менюшка, где пишется состояние ваше, ваши характеристики на данный момент и так далее. В принципе, достаточно неплохая игрушка. Конечно, с Sorcery ее сравнивать нельзя. Но все-таки достойная альтернатива. И самое главное, что эта книга-игра на русском. Ну что ж, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Смотрите мои обзоры каждый день. И, надеюсь, совсем скоро выйдет много действительно крутых игр. И вы узнаете о них первыми. Продолжение следует...